Продолжение следует... 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 Я хотела бы передать слово модератору нашей сегодняшней сессии, Светлане Гришенковой. Пожалуйста, Светлана. Спасибо большое, Анна. Спасибо Московской бирже за то, что держите дискуссию на тему зеленых облигаций в России уже второй раз в этом году. Мы очень рады в этот раз осветить регулирование и потенциал рынка. Нам кажется, это очень важно собрать всех регуляторных трендсеттеров в одном месте, на одной площадке и качественно осветить правила игры. За этими правилами игры уже активно смотрит также европейское сообщество, это инвесторы, регуляторы. И мы рады выступать своеобразным мостиком между этими двумя вселенными. К нам сегодня присоединятся спикеры из Банка России, ВБРФ, Минэкономразвития, Московской биржи, естественно. Мы всем очень благодарны, что нашли время в интенсивном графике. С ВБРФ мы также участвуем в совместном переводе принципов ИКМА на русский язык в актуальной версии. Вчера были как раз опубликованы Green Bond Principles как раз под нашу дискуссию. Владимир, можно следующий слайд переключить? Спасибо. Для тех, кто не знаком с нашим агентством, несколько слов о том, чем мы занимаемся. Мы независимое кредитное рейтинговое агентство, зарекистрированное ESMO со статусом ИКИ, находимся во Франкфурте и имеем сильный фокус на ответственном и зеленом финансировании. Ответственным финансированием мы занимаемся с 2017 года, когда агентство присоединилось к инициативе UNPRI. С тех пор мы прошли довольно большой путь, выпустили ESG-рэнкинги российского крупного бизнеса, регионов, верифицировали первые облигации в секторе устойчивого развития Московской биржи. И также агентство активно сотрудничает с международными биржами, такими как LGX, Deutsche Börse, Nasdaq, Vena, Stock Exchange, Euronext, Лондонская биржа. И мы активно взаимодействуем по совместным разработкам стандартов верификации. На данном слайде вы видите два основных направления нашей работы – это ESG и верификация облигаций, верификация зеленых социальных устойчивых облигаций. По направлению ESG мы делаем рейтинги и рэнкинги. Также у нас есть независимая база ESG по российским компаниям. Мы дальше планируем расширяться в сферу СНГ и стран Черноморского региона. Мой коллега из рейтинговой службы Владимир Крысчаков расскажет немножко подробнее, зачем нужны эти продукты, зачем нужно быть зеленым, зачем нужны зеленые облигации. Владимир. Здравствуйте, коллеги. Мы уже все поняли, что зеленые облигации – это очень важно, и рынок этот растет и в Европе, и в России. И что я хотел бы отметить в своей презентации, что мировой практикой на развитых рынках является верификация всех ответственных облигаций. Это, что называется, must-have. И наше агентство уже несколько лет проводит верификацию зеленых социальных устойчивых облигаций, зеленых кредитов. И, как уже сказала Светлана, на этом рынке мы были пионерами. Что касается наших особенностей, то, конечно же, фишкой нашего агентства является оценка ИСЖ рисков в рамках и верификации зеленых облигаций тоже, что натолкнуло нас на мысль о том, что необходимо проводить активную ИСЖ оценку рисков вообще всех российских компаний, с тем, чтобы создавать бенчмарки для отдельных отраслей и для рынка в целом, и накапливать практики ответственных инвестиций. И вот уже с начала года мы запустили базу ИСЖ отчетов российских компаний. Я надеюсь, что в ближайшее время мы дойдем до 100 крупнейших компаний России из различных отраслей. Отчеты доступны как на нашей платформе, так и на платформе Refinitiv. И в этом году наш традиционный ИСЖ рэнкинг российских компаний, который выходит уже третий год подряд, будет интегрирован с этой базой ИСЖ отчетов, и коллеги смогут увидеть свои позиции в рейтингах и рэнкингах. Здесь вы видите, собственно, первичные оценки российских компаний из различных отраслей. Вы видите, что среди лидеров секторов oil and gas представлены такие компании, как Lookoil и Skullin Energy. Но среди Metal and Mining это группа NLMK. И как можно использовать ИСЖ оценки в стратегиях? К нами была проведена ИСЖ оценка двух индексов как раз московской биржи. Это индекс МОС биржи РСПП, вектор устойчивого развития, и вектор ответственности открытости. Результаты этих индексов относительно высокие по сравнению с глобальной базой, вы видите на данных слайдах. Собственно, что происходило с устойчивыми облигациями в мире за этот период? Ну, надо отметить, что первое полугодие 2020 года было тяжелым для всех, в том числе и для зеленых облигаций. Здесь объем эмиссии снизился. Но в ответ на те вызовы, которые стоят перед мировой экономикой, активизировался выпуск социальных устойчивых облигаций, которых три и два раза выросли год к году за первое полугодие. Более того, появились еще и так называемые ковид-облигации на разных рынках, направленные, соответственно, на борьбу с пандемией. И на одном из наших предыдущих вебинаров нашей серии мы рассказывали об обновленных материалах Международной ассоциации рынков капитала. Очень много было выпущено бумаг, но базовые принципы зеленых облигаций, они остались с 2018 года в неизменном виде. Светлана об этом уже говорила. И мы бы хотели остановиться из этого большого массива материалов только на одном новом продукте, который нам кажется достаточно интересным для развивающихся рынков, в том числе для России. Это облигации, привязанные к устойчивому развитию. То есть, когда компания не является стопроцентно зеленой, но стремится стать зеленее, устойчивее и достичь определенных KPI. В качестве примера можно взять выпуск пятилетних Sustainability Link Bonds от итальянской группы Enel, где купон привязан к такому KPI, как мощность возобновляемых источников энергии в общем балансе группы. Очень интересный пример, мы обязательно о нем расскажем подробнее на наших вебинарах. И важно отметить, что совершенно недавно, буквально на прошлой неделе, Европейский Центробанк заявил, что такие облигации будут приниматься в качестве обеспечения для кредитных операций в Евросистеме. То есть, ликвидность таких облигаций сильно повысилась. Мы, как рейтинговое агентство, базирующееся во Франкфурте, но ориентирующееся на рынке СНГ и стран Черноморского региона, каждый полгода иногда чаще проводим скрининг практик ответственного зеленого финансирования в нашем регионе. И анализируем такие показатели, как участие в различных инициативах устойчивых фондовых бирж, сети центральных банков по озеленению, наличие зеленых устойчивых облигаций и принципов ответственного банкинга. И вот на недавнем вебинаре как раз с Национальным банком Грузии мы рассказывали о недавних результатах такого скрининга, вы видите сейчас его на слайде. Конечно же, Россия и по количеству инициатив, которым присоединилась компания и регуляторы из России, и по объему рынка облигаций является лидером, но надо сказать, что за последний год ее активно догоняют финансовые рынки Грузии и Украины, где тоже недавно выпустились собственные зеленые облигации. И я вновь передаю слово Светлане, которая расскажет о наших дополнительных инициативах, очень интересных участникам рынка. Спасибо, Владимир. Нам кажется, это очень важно, чтобы участники рынка и пионеры могли обмениваться опытом не только друг с другом, но и с международным сообществом. В прошлом году мы организовали довольно крупный форум во Франкфурте «Ответственные инвестиции в регионы СНГ». Там участвовало более 100 участников и 20 спикеров из таких компаний-трендсеттеров, как ICMA, Climate Bond Initiative, Ассоциация Luxflag, Buffen, UNPRI. Этот диалог был очень полезен как для компаний-пионеров из СНГ, так и для трендсеттеров. И мы продолжаем в этом году данную конференцию в онлайн-формате. Естественно, из-за вируса все перешло в онлайн. Но, с другой стороны, эта дискуссия может стать гораздо более международной. Мы немножечко расширили географию, включив ее в Черноморский регион в целом. Будет регуляторная сессия, будет корпоративная сессия, и мы приглашаем всех присоединиться к этой инициативе. С 9 октября мы начнем регистрацию. Также на следующей неделе, через две недели, извиняюсь, у нас будет вебинар совместно с Luxflag. И мы продолжаем нашу обычную серию вебинаров, которая сейчас очень быстро проскочила на слайдах. Вы можете внимательно ознакомиться со всеми темами, с записью прошлых 23 вебинаров. И присоединиться к следующим вебинарам, которые будут в регулярном формате по средам. В следующую среду у нас вебинар на тему зеленой недвижимости в России. Какие есть возможности. Будет участвовать компания Garant Invest, которая уже выступила эмитентом на московской бирже O1 Properties, CBRE. И другие компании, которые расскажут про сертификацию зеленых зданий. Вебинар с Luxflag, про который я говорила, будет 13 октября. Мы там выступаем совместно с банком HSBC и будем рассказывать про то, как можно применять ESG Fixed Income Portfolios. Эти площадки позволяют держать открытую дискуссию, задать вопросы, услышать практические решения. И двигаться не только в теории, но и в практике зеленого и ответственного финансирования. Также приглашаем всех подписаться на наш телеграм-канал. И актуальные новости будут всегда там. Я передаю слово следующему нашему спикеру от Банка России, Ирина Асиюк, начальник управления эмиссионных ценных бумаг Департамента корпоративных отношений Банка России. Ирина расскажет нам о правилах эмиссии зеленых и социальных облигаций в России. Правила игры очень важны для всех участников, чтобы войти на рынок. Ирина? Добрый день, коллеги. Меня слышно? Да, да, слышно. Спасибо. Отлично. Здравствуйте, все участники семинара на эту важную и социально важную нужную тему. Я хочу рассказать о том, да, именно о том, какие правила эмиссии зеленых и социальных облигаций в Банк России. В мае этого года вступила в силу новая редакция стандартов эмиссии ценных бумаг. В этом нормативном акте мы запустили новый раздел, соответственно, посвященный данной теме. Это раздел, посвященный облигациям с целевым использованием денежных средств. И в этом разделе заданы правила для зеленых социальных и инфраструктурных облигаций. И что я хочу сказать предварительно, прежде чем рассказать о правилах выпуска зеленых облигаций. Изначально зеленое финансирование, ценно-бумажное финансирование, начало у нас складываться до регулирования, до, соответственно, выхода правил в нормативном акте. И эти правила сложились на бирже, сложился определенный сектор ответственного финансирования, куда эмитенты могли зайти при соблюдении целевой эмиссии и при соблюдении более легких правил с точки зрения последствий правовых, с точки зрения правовых последствий несоблюдения заявленной цели и начать, так сказать, тестить эту тему, делать первые выпуски с более легкими правилами, которые не подразумевают достаточно сложной защиты вопроса именно цели данной эмиссии. Регулятор, то есть мы в этом вопросе пошли дальше и сделали, во-первых, определение зеленых и социальных облигаций, но определение зеленых и социальных облигаций, введенное через стандарты эмиссии, посвящено бумагам с более жесткими характеристиками, с более жесткими степенями защиты. Что я имею в виду? В принципе, норма построена по такой логике. В решении о выпуске облигаций можно включить, это выбор эмитента, можно включить некие параметры, и в том случае, если эмитент эти параметры туда включил, то он имеет право прямо на титуле использовать идентификацию своих бумаг как зеленые или социальные. Соответственно, в проспекте, в программе, в решении о выпуске писать, что данные облигации являются зелеными. Что необходимо сделать для того, чтобы они таковыми были? Что должно быть включено в решение о выпуске? Первое, это, конечно, требование о том, что все привлеченные денежные средства были использованы на финансирование определенного зеленого проекта. Ну, понятно, зеленого – это влияющего на… То есть проект, финансирующий некие, направленные на сохранение и охрану окружающей среды проекты… Проект, направленный на финансирование проекта… Ладно, короче говоря, облигации, направленные на финансирование проекта по охране окружающей среды или положительного воздействия на экологию. Такие проекты должны соответствовать международно признанным стандартам. Проект, который финансируется с помощью этих облигаций в сфере экологии или зеленого финансирования. Это главное условие – направление всех денежных потоков, привлеченных этими бумагами на финансирование конкретного проекта. Для реализации этого главного условия необходимо, соответственно, в решении о выпуске включить описание данного проекта с указанием качественных и количественных показателей, характеризующих положительное воздействие этого проекта на окружающую среду или на экологию, и указать соответствующие международно признанные принципы и стандарты в зеленой сфере, которым соответствует данный проект. Также в решении о выпуске необходимо указать перечень внутренних документов или политик эмитента, которым он следует при реализации своей зеленой политики. И самое главное, самое сложное и самое жесткое условие, которое позволяет эмитенту на титуле решения о выпуске написать, что облигации являются зелеными, это механизм защиты права инвесторов получить реально зеленые бумаги и гарантию, что такие бумаги будут зелеными или иначе они будут прекращены досрочно. Это механизм защиты, это условие о праве владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций. То есть эмитент выходит, предлагает зеленые облигации для финансирования определенного проекта, он заявляет о том, что этот проект соответствует международным признанным стандартам, он описывает, кто верифицировал этот проект, какие конкретные улучшения будут достигнуты и гарантирует, что в том случае, если ситуация сложится таким образом, что что-то пойдет не так и деньги уйдут не на этот зеленый проект, то или часть денег уйдет не на этот зеленый проект, то и владельцы имеют право досрочно сбросить эти бумаги, избавиться от них по правилам ст. 17.1 Закона о рынке ценных бумаг. Ну, также технические параметры должны быть включены в решение о выпуске. Это кто определяет зеленость, кто верифицирует, это как контролировать состояние проекта, то есть описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций. Положение о том, как имитент будет раскрывать информацию о своем проекте, о ходе проекта, о его финансировании, о реализации и о влиянии оказываемым им на соответствующую область. Ну и, соответственно, если в решении о выпуске все это включено, такие облигации могут быть титулованы как «зеленые». Таким образом, у нас к данному моменту складываются два направления, две возможности у имитентов войти в область зеленого финансирования. Либо можно взять на себя повышенное обязательство с гарантией владельцам облигаций, что это не только декларируемая цель, но и поддерживаемое право эту цель контролировать и в случае ее нарушения от облигаций избавляться, то есть по более жесткому пути. Либо имитент может пойти по более мягкому пути, в этом случае он не будет иметь право называть свои облигации на титуле решения проспекта «зелеными», в том смысле, в котором это заложено в нормативном акте, может говорить только о своих целях, намерениях, о том, что этот проект «зеленый» и облигации в целом будут использованы. То есть его облигации могут быть включены без того, чтобы на титуле было написано слово «зеленый», они могут быть включены в соответствующий сектор биржи и поддерживать «зеленые» цели, но, тем не менее, соответственно, эти облигации, если на их титуле не написано «зеленый», не подразумевают право на досрочку в случае, если что-то пошло не так. Описаны в стандартах эмиссии правила для того, как работать с программами, какую программу, соответственно, можно титуловать как «зеленую». Здесь можно отметить только момент о том, что внутри программы, которая является названа эмитентом «зеленой» и была зарегистрирована как «зеленая», выпускать незеленые выпуски облигаций невозможно. Наоборот, возможно. Если программа обыкновенная, то внутри нее может быть выпущен один-два выпусков «зеленых». Ну и, соответственно, все то же самое прописано для социальных облигаций, только, соответственно, с словами «на финансирование проектов, направленных на развитие общественной жизни». И правила там, в стандартах эмиссии для социальных облигаций, предусмотрены такие же жесткие, с контролем, с возможностью контроля со стороны инвесторов за реализацию этих проектов и с возможностью предъявления к досрочному выкупу в том случае, если что-то пошло не так. Такие более жесткие правила, чем правила «зеленого сектора биржи» вступили в силу с 11 мая до этого года. Пока еще не видели мы на регистрации ни одного выпуска, который бы прямо на титуле был назван «зеленым» или «социальным». Но, тем не менее, посмотрим, как будет развиваться эта история, что предпочтут эмитенты. Но здесь важно упомянуть следующее. Мы вводили эту более жесткую историю, естественно, подразумевая, что эмитент за то, что он пойдет по хардовому пути, по более сложному пути, который потребует от него гораздо больших усилий, нежели просто декларировать цель и по своему усмотрению финансировать эту цель, этот проект. И, может быть, менять правила, снижать зеленость или повышать зеленость по собственному усмотрению. Для эмитента должны быть какие-то ответные бонусы. Что-то должно быть для него полезного, чтобы ему было выгодно использовать более сложный путь. Поэтому создание в стандартах эмиссии правил зеленых и социальных облигаций с названием, с титулованием их таковыми прямо на решении, а на титуле решения о выпуске, это первая ступень для создания системы мер поддержки государства для таких облигаций. Соответственно, это то, о чем мы говорили много раз на разных рабочих группах с Минэком, Вебом и прочими участниками сформирования правил ответственного инвестирования в нашей стране. это введение определения облигаций, ценных бумаг, зеленых или социальных, с тем, чтобы государство в дальнейшем могло строить свою политику по мерам поддержки, отталкиваясь от того, что задано. Если облигации зеленые, если они названы зелеными, то меры поддержки могут быть вот такие. Меры поддержки сейчас в разработке, в проработке, пока сказать об этом, я так понимаю, следующий спикер об этом скажет. Но более жесткий, более сложный, но как нам кажется, более правильный с точки зрения направления защиты прав инвесторов, прав инвесторов на действительно зеленое финансирование, на участие в зеленых проектах. Эти правила, соответственно, должны дать свои определенные плюсы. Посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим на развитие двух направлений, лайтовое и хардовое, если можно так выразиться. Но более подробно о правилах эмиссии, облигаций, на титуле которых может быть указано зеленые или социальные, читайте главы соответствующие стандартов эмиссии. Если будут вопросы, готова на них ответить. Спасибо большое. Вопросы действительно есть, вопросы очень интересные, активные. Я боюсь, если мы начнем их задавать сейчас, мы можем на полчаса зависнуть. Но я думаю, что у нас обязательно останется время в конце, и мы их обязательно вам зададим. Следующий выступающий Андрей Якушин, начальник управления развития корпоративных отношений, департамента корпоративных отношений Банка России. Андрей расскажет про рекомендации по ответственному инвестированию для институциональных инвесторов. Андрей, подключайтесь, пожалуйста. Алло, алло. Коллеги, добрый день. Рад всех приветствовать на этом вебинаре. Количество участников очень большое. Это вселяет оптимизм в то, что тема действительно зеленых облигаций, устойчивого развития, она волнует все больше и большее количество участников финансового рынка. И это вселяет надежду на то, что не только заинтересованных лиц станет больше, но и зеленых инструментов, и покупать их станут тоже более активно. Банк России подготовил в этом году один из программных документов рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования. По моему мнению, это документ по важности, почти не уступающий кодексу корпоративного управления, который был рекомендован в 2014 году Банком России для применения публичными акционерами общества. Рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования таргетируют другую аудиторию. Это уже buy-side, то есть инвесторы. И мы в этих рекомендациях даем подходы по тому, каким образом, какими принципами следует пользоваться. Алло, алло, вы пропали, звук, по-моему, пропал. Алло, видимо, у Андрея возникли некоторые проблемы со связью. Алло, вы нас слышите? Да-да, что-то... Да, возникла некоторая техническая заминка, буквально полминуты. Перехожу к следующему слайду. Рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования, естественно, возникли не на пустом месте. Так, сложно переключаются как-то слайды. Давайте без полноэкранного режима. Значит, не на пустом месте возникла эта тема. В обществе уже достаточно давно обсуждается тема зеленого финансирования, устойчивого развития. В 2015 году были приняты цели устойчивого развития ООН. В 2015 году заключено Парижское соглашение по климату. Для компании существуют принципы ОСР, для многонациональных предприятий, в котором тоже рассмотрены вопросы устойчивого развития. Глобальный договор ООН также собрал в себе подписантов корпорации, которые принимают принципы устойчивого развития и принимают внимание из G-фактора. На уровне институциональных инвесторов, соответственно, достаточно большое количество под эгидой ООН было выпущено документов. Это прежде всего принципы ответственного инвестирования, PRA для институциональных инвесторов, принципы ответственного страхования. IOPS – это ассоциация регуляторов пенсионного рынка, издала также руководящие принципы по интеграции G-факторов управления рисками пенсионных фондов. Была создана глобальная инициатива «Держа за устойчивое развитие». Выпущены были принципы ответственного банкинга. Ну и большое количество регуляторов, в том числе Европейская служба банковского надзора, выпустила планы по интеграции G-факторов в деятельность финансовых организаций. История вопроса показывает о том, что в конечном счете учет G-факторов при инвестировании, он позволяет получить долгосрочную большую выгоду по сравнению с тем, по сравнению с инвестициями в компании, которые пренебрегают рассмотрением G-факторов, климатическими рисками, социальными рисками. Так, Фрид, Буш и Бассен провели исследование более 2000 публикаций и исследований на тему выгоды инвестиций в более продвинутые в ESG тематики компании и выяснили, что положительных результатов намного больше, более 2000 по сравнению со 150 нейтральными результатами. Исследования также показывают, что в случае взаимодействия инвесторов с компаниями также доход получается более высоким, порядка 4%. Ну и коэффициент альфа для компаний, которые учитывают ESG-факторы, он также в очищенном виде были исследования на 8% превышает альфа для компаний с низкими ESG-показателями. Я уже говорил про принципы, по принципу PRA, принципы ответственного инвестирования ООН. В настоящее время уже более 3000 подписантов, это инвестиционные, это инвестициональные инвесторы, управляющие активами, которые добровольно присоединяются к этим принципам, и активы под их управлением уже превысили 100 триллионов долларов. То есть в мировой практике на международных рынках эта тема очень и очень в настоящее время актуальна, об этом свидетельствует рост рынка зеленых и социальных облигаций, и, конечно же, количество подписантов принципов UNPRI. Что такое ESG? Аудитория мне неизвестна, поэтому на всякий случай буквально пару слов о том, что такое ESG. То есть это вопросы экологии, то есть environmental, буква И обозначает, это изменение климата и связанные с ними риски, это забота о природе, о природе, это мероприятия, направленные на очистку, это различные рынки альтермативной энергии и тому подобное. Социальные вопросы, то есть social, который отвечает за букву S, это подходы к формированию человеческого капитала, это соблюдение прав трудящихся, охрана труда, техника безопасности, текучесть кадров, в общем, все то, что компания делает для своего персонала. Ну и более всем известно, это governance, буква G, вопросы корпоративного управления, то есть это эффективность сайта директоров, структура капитала, взаимоотношения с акционерами, система управления рисками и внутреннего контроля, ну и, конечно же, в том числе и внимание сайта директоров к ESG-факторам. Стоит сказать, что система вселенная устойчивого развития, она достаточно значительная и обширная, она включает в себя огромное число стейкхолдеров. На западных рынках сформировался запрос снизу, когда клиенты и частные инвесторы, домохозяйство и общественность, от них идет запрос к компаниям и институциональным инвесторам, предоставляющим им финансовые услуги. И они требуют, чтобы компании соблюдали ESG-принципы, а инвесторы инвестировали и сформировали портфель, соответственно, из таких компаний. Государство также один из участников этого процесса. И тут возможны разные подходы. возможны нормативные регулирования, то есть введение норм законодательства, требующих как раскрытие информации, так и системы управления риском, связанной с ESG-фактором, так и мягкое регулирование, то есть это рекомендации, стимулирование различного характера, ну и меры господдержки, то есть софинансирование, например, купонов или затрат на верификации выпусков зеленых социальных облигаций. Но в любом случае, как я уже сказал раньше, исследования свидетельствуют о том, что учет ESG-факторов в деятельности компании позволяет им более устойчиво в долгосрочной перспективе развиваться, достигать лучших успехов, а инвесторы, соответственно, получают от этого больший доход. Поэтому мы позиционируем, что учет ESG-факторов это не просто благотворительность, это прагматичный подход. Ну и, собственно, чтобы учесть и донести до инвестициональных инвесторов вот эти подходы, мы выпустили письмо Банка России с рекомендациями по реализации принципов ответственного инвестирования, которые содержат семь основных принципов. Первый – это компания, инвестициональный инвестор должна определить подход к инвестированию, позиционировать его и раскрывать информацию о том, что они придерживаются подхода к ответственному инвестированию. Что он из себя представляет? Это прежде всего интеграция и анализ и учет ESG-факторов, а также сопряженных с ними рисками, в процесс принятия инвестиционных решений, дальнейший анализ и оценка портфельных компаний на предмет выявления таких рисков и не только таких. Реализация корпоративных прав добросовестно и разумно как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими инвесторами, то есть это активный подход к голосованию на собрание акционерами и другая реализация прав. Пятый принцип – это регулярное взаимодействие инвесторов с обществом по значимым аспектам деятельности общества. На втором слайде я уже упоминал о том, что исследования показывают, что инвесторы получают больший в конечном счете доход при прочих раундах при проведении политики активного взаимодействия с обществами. При этом шестой принцип гласит о том, что инвестор должен управлять конфликтом интересов при проведении своей инвестиционной политики и предпринимать усилия на выявлении и предотвращении конфликтов интересов, например, участие в управлении компанией, в которую они инвестируют и так далее. И при выборе доверительного управляющего, соответственно, инвесторам следует обращать внимание на то, насколько доверительный управляющий также следует принципам ответственного инвестирования. Наши рекомендации направлены на финансовые организации. Они адресованы кредитным организациям, НПФом, страховым организациям, финансовым посредникам, доверительным управляющим. И они являются примером мягкого регулирования. Они применяются на добровольной основе. Ну, как уже я сказал в одном из принципов, инвестору следует заявить о том, что они следуют политике ответственного инвестирования для того, чтобы клиенты и иные стейкхолдеры понимали о том, что такая политика применяется и рекомендации Банка России используются таким институциональным инвестором. Но никаких мер надзорного характера Банк России не планирует предпринимать в отношении тех, кто рекомендациями не воспользуется. Вообще история ответственного инвестирования учета SG-факторов она носит достаточно продолжительный уже характер. Начиналось все социально ответственного инвестирования и исключение так называемых Sin Stocks, например, там компаний табачной области, порнографии и других зарубежными инвесторами. То есть это так называемый скрининг, когда инвестор исключает из рассмотрения в своей инвестиционной и своего инвестиционного анализа компании, которые относятся вот к таким плохим, греховным отраслям. с этого начиналось соответственное инвестирование, но дальше академические исследования, практика инвестиционная показала, что в конечном счете учет SG-факторов начинает давать финансовый эффект. И если SG-риски приносят, дают воздействие на финансовые показатели, это уже совершенно другая история. И современная концепция ответственного инвестирования предполагает, что учет SG-рисков это не скрининг, это не необходимость жертвовать доходностью портфеля. И это не необходимость учитывать несущественные факторы. SG и ответственное инвестирование, точнее интеграция SG-факторов процесса инвестиционного решения, это фактически анализ тех существенных экологических, климатических, социальных рисков и рисков, связанных с управлением, которые обычно оставались за рамками традиционного финансового анализа, но в то же время способны существенным образом сказаться на финансовых результатах. Андрей, извините, пожалуйста, что перебиваю, у нас время довольно мало и программы очень интенсивные, так что совсем коротко уже пора заканчивать, чтобы у нас осталось достаточно времени на все вопросы. Буквально пару слов осталось. Значит, в 2005 году по заказу UNEP Financial Initiative был проведен анализ того, насколько учеты SG-факторов соответствуют федуциарным обязанностям инвестициональных инвесторов. Соответственно, был издан флагманский отчет компании Freshfields, которая провела исследование в семи ключевых юрисдикциях мира и выявила, что никаких противоречий с действующим законодательством этих юрисдикций нет в случае учета инвестициональными инвесторами из G-факторов и скорее федуциарные обязанности включает в себя необходимость учета существенных SG-факторов. В противном случае при просмотре таких факторов может получиться отрицательные финансовые результаты и тогда федуциарные обязанности будут нарушены. Буквально два слова про международные инициативы. сейчас, как я уже говорил, достаточно большое количество регуляторов выпускают пока еще не нормативные документы, но уже подходы по учету SG-рисков финансовыми организациями различных секторов. Это и страховой сектор, и банковский сектор, и пенсионный сектор, и собственно есть план европейского банковского надзора уже в 2021 году интегрировать управление в управление рисками банковских организаций SG-риски, а соответственно в 2022-2025 годах будут рассматриваться вопросы о провинциальных мерах связанных с ESG-рисками. провинциальное надзорное агентство Великобритании издало соответственно регуляторное заявление о необходимости интегрировать и учитывать ESG-риски в систему корпоративного управления финансовых организаций, прежде всего банков и страховых компаний. То есть процесс запущен и очень стремительно развивается. Поэтому мы считаем, что издание наших рекомендаций это очень своевременный шаг, но с учетом специфики все-таки российского рынка, как я уже сказал, это пока на добровольной основе. Посмотрим, как будет развиваться этот рынок, какие меры мы будем применять в дальнейшем. Спасибо большое за внимание. Спасибо за очень интересную презентацию. Мы вернемся к вопросам несколько позднее. К сожалению, наш следующий спикер несколько задерживается. Мы очень надеемся, что Марина Слуцкая к нам еще присоединится, но пока поступила информация, что она задерживается. Поэтому двигаемся дальше по программе. Следующий наш спикер Екатерина Нагаева, заместитель директора департамента листинга Московской биржи. Екатерина расскажет про правила листинга зеленых облигаций и итоги первого года работы сектора устойчивого развития. Екатерина, вам слово. Спасибо большое, коллеги. Можно запустить презентацию? Давайте перейдем сразу к сутевому слайду. Коллеги, я хотела очень рада всех поприветствовать, очень рада, что большая аудитория у сегодняшнего мероприятия. Я бы хотела сосредоточиться на практических вопросах применения собственно всех рекомендаций всех ЕСЖ инициатив, которые мы на бирже применяем, наблюдаем, развиваем и активно в этом участвуем. Для начала я хотела показать общую картинку местомосковской биржи в этих инициативах. Сейчас текущие ЕСЖ продукты на бирже у нас следующие. У нас есть ЕСЖ сегмент, это сектор устойчивого развития. У нас есть два индекса, которые учреждены Московской биржей совместно с РСПП. Это индекс ответственности и открытость и индекс вектора устойчивого развития. У нас есть на бирже ЕСЖ инструменты, причем они сосредоточены не только в секторе устойчивого развития, но и отдельно от него. Семь выпусков облигаций в секторе у нас есть и уже выпущено два биржевых паевых инвестиционных фонда как раз на индексы, которые совместно с РСПП разработаны. Это у нас БПИФ, РСХБ управления активами и Сбербанка управления активами. Также биржа участвует и проводит самостоятельно мероприятия, посвященные образованию и обмену мнениями в области ответственного инвестирования. И также меры поддержки, которые мы также решили оказать в этом году в связи с периодом пандемии, мы для эмитента субъектов МСП отменили плату за листинг облигаций объемом до 400 миллионов рублей. Собственно, внесли свой вклад в развитие фондового рынка. Значит, если говорить об участии в различных инициативах, мы здесь тоже достаточно активное место занимаем, мы присоединились к международным глобальным инициативам, биржи за устойчивое развитие, плюс мы являемся участниками Всемирной Федерации бирж, плюс в России мы участвуем во всех сутевых, важных, серьезных рабочих группах и комиссиях при Госдуме, при Бланке России и представитель Московской биржи есть в межведомственной комиссии федерального проекта внедрения наилучших доступных технологий. Давайте теперь перейдем к следующему слайду. Сейчас на бирже в секторе устойчивого развития хочу показать вам тех эмитентов и те бумаги, которые в нем представлены. В сегменте зеленых облигаций у нас три эмитента, пять облигаций. В сегменте социальных облигаций у нас два выпуска. достаточно логичным является то, что сюда вошли проекты секьюритизации эмитенты. У нас реализуют зеленые социальные проекты. Соответственно, это уже проекты на стадии реализации находятся. Не самая начальная стадия, от которой брались кредиты, а вот уже стадия реализации и эксплуатации. У нас есть эмитент банк, который выдает зеленые кредиты в соответствии со своей политикой устойчивого финансирования. И также у нас есть эмитент, который улучшает, отделеняет свою коммерческую недвижимость. Это гаранты инвестиций. Общая сумма облигаций, которые сейчас представлены в секторе, почти 11,5 миллиардов рублей. Мы на самом деле ждем следующего притока новых бумаг и новых эмитентов в этот сектор. Очень активно проходят у нас консультации. Заявок от эмитентов много. Многие эмитенты сейчас как раз приводят свои программы и свои выпуски в соответствии с новыми стандартами эмиссии. как раз я думаю, что вот когда откроется очередное окно, мы как раз всех этих эмитентов и увидим. Пока что они сейчас в стадии подготовки находятся. Давайте в следующий слайд перейдем. Собственно, 2019 год был годом активной подготовки и развития и подготовки нормативной базы для развития дальнейшего социального и зеленого финансирования. В этом году уже вступили в силу стандарты. В прошлом году мы запустили сектор как раз с мягкими условиями, о которых говорила Ирина Асиюк. Дальше вступили в силу в мае стандарты эмиссии ценных бумаг, где уже установлено регулирование того, как прописывать целевую эмиссию, какие должны быть описаны основные моменты. Следующий этап, который вступит в силу именно касающийся регулирования, это октябрь 2021 года вступит в силу положение раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Там будут как раз описаны основные вешечки того, что должен содержать отчет эмитента о целевом использовании средств. Московская биржа. Сейчас мы меняем правила листинга. Обычно биржа идет по следующему пути. Мы тестируем новые идеи на своих правилах. Мы вносим в правила изменения, допустим, запускаем сегмент с мягкими условиями, тестируем его, смотрим, как это работает на эмитентах, докручиваем, собираем мнение. После этого мы дорабатываем требования. Когда вступает в силу регулирования, биржа свои правила подстраивает под это регулирование и тестирует новые идеи, которые у нас появляются в ходе диалога с эмитентами и инвесторами. Сейчас мы находимся в стадии написания изменений в правила листинга. Я о них подробнее дальше расскажу. Что еще мы делаем? Мы разрабатываем рекомендуемую форму отчета о целевом использовании средств. Поскольку положение раскрытия вступает в силу только в октябре следующего года, то есть через год, мы уже сейчас установим в правилах листинга форму требования и рекомендации, чтобы эмитентам было удобнее можно было понять, как этот отчет составлять и что делать, какие биржи требования. Давайте следующий слайд. Немножечко о нашем секторе. Сектор состоит из трех сегментов. Сегмент зеленых облигаций, сегмент социальных облигаций и сегмент национальных проектов. Это как раз таки сегмент для тех облигаций, которые будут идти по постановлению правительства по развитию наилучших доступных технологий внедрения. Так, что появилось в стандартах эмиссии, опять же, о чем сказала Ирина Сеюк, особенности эмиссии зеленых облигаций и социальных облигаций. Эти особенности обязательно войдут в новые правила листинга. Давайте перейдем к следующему слайду. Значит, подходы к сегментам, они одинаковые. Нас интересует, во-первых, целевая эмиссия, во-вторых, должна быть независимая внешняя оценка о соответствии данного выпуска международным стандартам ИКМА и СЕБИА. Следующее обязательно базовое требование, одно из базовых это раскрытие информации, поскольку биржевое обращение это публичное обращение, мы всегда говорим о том, что эмитенты должны раскрывать информацию. Дополнительной информацией в данном случае является результат внешней оценки, то есть верификатор не только должен ее выдать, но и эмитент должен ее опубликовать и предоставить информацию всем инвесторам. И раскрытие информации в виде отчета о целевом использовании денежных средств. Это то, что всех беспокоит, то, что является действительно очень важной историей, что эмитент должен не только изначально заявить цели, на которые он эти деньги привлекает, но и отчитываться о том, как происходит финансирование, как развивается проект и достигаются ли те цели, которые заявлены изначально в проекте. Что касается сегмента национальных проектов, он не будет связан со стандартами миссии, целевой характер миссии останется, но здесь у нас решение о том, что эмитент соответствует или не соответствует данный выпуск целям национального проекта, такое решение будет принимать межведомственная комиссия и, соответственно, данное решение комиссии должно быть эмитентом раскрыто. Остальные требования, они, собственно, зеркальные с остальными сегментами. Значит, вот как раз здесь хочу рассказать о том, что в правилах листинга поменяется. Если в текущих правилах мы просто пишем целевой характер эмитент, эмитента, то в новых правилах мы как раз таки меняем идею, в сектор устойчивого развития будут включаться именно облигации, у которых на титуле будет написано, что они или социальные, или зеленые. Это вот касается сегментов социальных облигаций и зеленых облигаций. Сегмент национальных проектов остается без изменения пока что. Значит, дальше, что мы еще поменяем? Мы поменяем список верификаторов. Сейчас в этом списке 46 организаций. Мы решили, что собственно для начала вот когда мы только запускали правило, казалось, что нужно открыть ворота достаточно широко. Сейчас мы немножечко поток уменьшаем, то есть мы идем по пути желания данного верификатора работать с российскими эмитентами, первое, и второе, по пути наличия у него опыта, то есть хотя бы один отчет, хотя бы одна верификация должна быть таким верификатором сделана, ну и желательно в отношении российских эмитентов. Так, и третий момент, да, третий момент, который в правилах листинга изменится, мы как раз-таки установим требования к отчету о целевом использовании привлеченных средств, а также к срокам. Вот давайте мы перейдем к следующему слайду, по-моему, там как раз-таки все-таки указано. А, значит, да, ну я, наверное, не буду повторять то, что уже сказала Ирина Асию, действительно, есть достаточно много подробно прописанных требований о том, что должно быть указано в программе и в выпуске. Пару моментов, которые хочу уточнить, что, значит, такие облигации может регистрировать как Банк России, так и биржа в виде биржевых облигаций. Значит, мы сейчас наблюдаем следующую тенденцию. Эмитенты, которые приходят с новыми программами, они сразу закладывают максимально широкий набор инструментов, то есть они как раз-таки прописывают возможность выпуска в рамках программы зеленых и социальных облигаций. И, соответственно, да, есть уже эмитенты, которые такие программы принесли и регистрировали, то есть эта программа на титуле у них не будет зеленого, ну, указания, что они зеленые или социальные, а вот внутри программы уже будут выпуски соответствующими пометками. Так, это первое, и второе, у нас приходят эмитенты, которые уже имеющиеся программы, в них вносят изменения, то есть мы видим действительно заявку запросов эмитентов на такие инструменты. Так, давайте следующий слайд. Как раз-таки вот про раскрытие информации, положение раскрытия информации как раз содержит перечень информации, которая должна будет быть включена в отчет эмитента по целевому использованию денежных средств. Единственное, что у нас немножечко разойдутся требования в той части, что у нас есть эмитенты, которые в отношении выпуска, которых зарегистрирован проспект, и они подчиняются требованиям положения раскрытия информации. Есть беспроспектники, они раскрываются по требованиям московской биржи. Ну, собственно, чтобы всем было удобно и эмитентам, и инвесторам читать эти отчеты, мы, естественно, требования синхронизируем с положением раскрытия. Единственное, что вот немножечко будут отличаться сроки, то есть эмитенты с проспектами, их отчеты будут привязаны к датам публикации раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности, а эмитенты беспроспектники, у которых там или нет МСФО, да, или она раскрывается, ну, да, вот это в основном про тех, у кого нет МСФО, они будут раскрываться так же, как и сейчас, не поднями 15 июля соответствующего календарного года после размещения выпуска облигаций. и здесь мы устанавливаем один момент, значит, если эмитент разместил облигации до 1 апреля, то он будет раскрывать отчет в текущем году, в году размещения. Если он разместил облигации позже, уже начиная со второго квартала, то раскрытие отчета о целевом использовании будет осуществляться в следующем году. чтобы не получилось такого, что эмитент даже не успел потратить эти деньги от привлеченных облигаций, а уже должен отчитаться об их использовании. Так, значит, теперь немножечко пару слов о том, с чем мы столкнулись в этом году, когда с эмитентами согласовывали вот эти отчеты. Сейчас на страничке Московской биржи есть страничка сектора устойчивого развития, и там вы можете ознакомиться с верификациями и как раз таки с отчетами. Отчеты были размещены как раз таки 15 июля, и три вывода было сделано у нас по итогам работы с эмитентами. Первое, с одной стороны, очень удобно, когда нет каких-то определенных стандартов, потому что эмитент может писать все, что он считает нужным в отчете. С другой стороны, это неудобно, потому что, ну, во-первых, должны быть какие-то правила, по правилам действовать удобнее, во-вторых, действительно, приходится читать отчет с точки зрения разумности, какая информация там должна быть, какая информация полезна, нужно ли указывать весь объем привлеченных и потраченных средств, и как они были потрачены, какие не потрачены. Я уже выбиваюсь из графика, Светлана. Да, у нас уже немножечко тесно по графику, и к нам присоединился как раз прошлый спикер, выпавший из графика, так что... Ага, сейчас, сейчас, буквально три минутки, да, как раз у меня тут выводы. Да, то есть, мы поняли, пришли к выводу, что стандартизация нужна, и сейчас в новых правилах листинга мы как раз зададим достаточно много вешечек, по которым эмитентам будет удобно понимать, что писать в отчете и в каком виде. Да, еще что мы увидели, что эмитентам неудобно заполнять эти отчеты, когда много проектов, потому что много писать, ну, вот какие-то такие мелкие технические вещи, да, которые мы увидели, и попробуем тоже спорректировать или хотя бы направить. Так, давайте, наверное, следующий слайд, и, да, и через один. Да, еще следующий слайд. Да, я хотела сказать просто о том, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит и как развиваются ESG-инициативы и в России, и за рубежом, и будем дальше развивать наш сектор. Первое, о чем, такие направления мы видим, это синхронизация с ВБРФ, то есть мы следим за выходящими методологиями, таксономиями и списком верификации, будем обязательно синхронизироваться, чтобы не получилось, что у нас нет какого-то верификатора, который есть у ВБРФ. Следующее, значит, есть тема, да, о том, что должен быть не только отчет, но и этот отчет должен быть подтвержден каким-то правильным лицом, это или верификаторы, или рейтинговое агентство, или аудиторы, это вот тема для дальнейшего обсуждения. Следующее направление, которое мы видим, это пополнение сектора новыми инструментами, да, в мировой практике государственные зеленые облигации существуют, поэтому я думаю, что нам тоже не избежать, и это очень правильное направление, да, городские, субфедеральные зеленые облигации или социальные, это очень правильно. Также биржа участвует в инициативах по разработке мер поддержки эмитентов и инвесторов, и вот то, о чем я сказала, мы будем разрабатывать рекомендации для эмитентов, то есть то самое мягкое регулирование, когда правила листинга это достаточно жестко, потому что их надо выполнять, а рекомендации это как раз те направления, которые эмитент может использовать в своей практике. Все, это все, что я хотела сказать, большое спасибо за внимание. Спасибо большое за очень интересную презентацию, мы еще вернемся к вам с вопросами, вопросов в чате довольно много, вы упоминали ВБРФ и российскую таксономию, мы переходим непосредственно к ВБРФ про российскую таксономию зеленых проектов и модель верификации зеленых облигаций, мы начнем с Сергея Семенцова, руководителя направления зеленой экономики, института исследования и экспертизы ВБРФ. Сергей, подключайтесь, пожалуйста. Да, готов, подключился. Добрый день, большое спасибо за то, что дали возможность выступить практически в конце, потому что, когда слышишь выступления коллег из разных организаций, понимаешь, что самое главное это то, как вот только что Екатерина сказала, это сделать так, чтобы все работало синхронно, чтобы у нас не было разного понимания, что есть зеленое, чтобы у нас не было разное понимание, что такое верификация и кто должен верифицировать и зачем вся эта штука нужна. Когда мы работали над национальной таксономией, то в развитии тех идей, о которых уже говорили, то мы работали над ней вместе и с Минэкономразвития, вместе с Банком России, вместе с бизнесом, вместе с профессиональными организациями. Основная проблема, которая была у нас, каким образом сейчас сделать национальную таксономию такую, чтобы она полностью соответствовала и международному пониманию, и национальным приоритетам. Собственно говоря, цель любой системы зеленого финансирования, и которая особенно не скрывается для и изначально была, это перенаправить финансовые потоки с одного направления на другое, на то, что считается приоритетным. Поэтому сначала группа инвесторов, международные банки, а потом и страны определили, что для тебя важно и каким образом сделать так, чтобы деньги шли туда. И деньги не шли в те секторы, которые считаются малоэффективными. Поэтому мы начали работу с того, что очертили круг направлений, которые являются зелеными в мире и которые обозначены как приоритетные в России. Могу по секрету сказать, что единого понимания того, что считать зеленым в мире нет. Когда открываешь документ ИКМА, который висит на их сайте, называется Green Project Mapping, выпущенный всего лишь в июне 2019 года, ИКМА говорит, что мы считаем, что есть пять основных классификаций в мире. Это, собственно говоря, мы ИКМА, Green Bond Principles, это CBI, это Международные банки развития IDFC, то есть Международный клуб банков развития, это Китайцы и это Европейский Союз. Собственно говоря, когда мы сейчас запущу презентацию, когда мы начали об этом говорить, то мы так не хочет на полный экран, я думаю, что видно и так, то мы исходили из того, что посмотрели, а что делается во всех вот этих пяти направлениях и постарались сделать так, чтобы взять оттуда то, во-первых, все общее, то, что у них есть, у них достаточно много общего, и взять то, что нужно нам. Мы опирались на национальные приоритеты. Что в качестве национальных приоритетов? Это национальные проекты, это утвержденные стратегии, утвержденные уже, это стратегии в области отходов энергобезопасности, национальный план мероприятий, первого этапа адаптации к изменению климата. Почему именно утвержденные национальные приоритеты? Ирина Сьюк совершенно верно сказала, что очень хочется, чтобы зеленые проекты получили поддержку. Они могут получить поддержку, по нашему убеждению, только тогда, когда можно сказать, это направление соответствует национальному приоритету. Тогда я Минфин, или тогда я Банк России, его поддерживаю. если оно абстрактно работает на что-то хорошее, ну, пусть работает на что-то хорошее. Я его поддерживать не буду. По крайней мере, логика наших финансовых организаций, она совершенно понятна. Это было в общем сказано в наших дискуссиях, которые прошли в начальном периоде. В результате мы посмотрели и то вот и извините, да, те направления, которые появились у нас, они практически полностью отражены в этих основных направлениях, отражены в нацпроектах, отражены в стратегии. Но, как вы прекрасно понимаете, это только начало. Для того, чтобы провести дальше работу и сделать таксономию операционной, нужно было ее и нужно еще дальше проговорить со всеми основными участниками рынка. Уже на начальном этапе мы провели переговоры и с ИКМА, и с CBI, и с китайцами, и со Всемирным банком, и с Организацией экономического сотрудничества ОС и развития ОС, и с соответственно с IDFC, клубом финансовых институтов, в которых мы участвуем, получили их рекомендации и их учли при разработке национальной таксономии. Когда два месяца назад проект таксономии в составе метода рекомендации был увеличен на сайте веба, мы получили более двух десятков предложений, замечаний от различных компаний. мы работали с профилями министерства и с Минприродой, и с Минэнерго, и с Минтрансом, и с Минстроем, и поэтому сейчас имеется хорошая основа для того, чтобы двигаться дальше. И сейчас доработанный вариант таксономии утвержден пару недель назад комитетом по зеленому финансированию веб, и опять же вывешен на нашем сайте. Какие основные проблемы дальше? Первое это динамика событий. На наших глазах происходит существенное изменение понимания зеленого мира. Катализатором здесь стало принятие таксономии Европейского союза. Если вы посмотрите на тот же документ ИКМА, на который я уже упоминал от июня 2019 года, там таксономия ЕС обозначена как разрабатывается. Сейчас оно уже разработано. В ее разработке приняли участие и коллеги из СИБИ, и коллеги из ИКМА, и очень многие другие. Естественно, и Европейские институты развития. И вполне понятно их желание сделать так, чтобы таксономия ЕС была взята за некую основу понимания зеленого во всем мире. Что далеко не всегда вызывает, скажем так, понимание. Вот уже упомянута МАИДФС, Международный клуб финансовых институтов развития. которые объединяют как европейские, так азиатские, южноамериканские банки развития. Туда входит и ВЭП. Сейчас идет подготовка изменения относительно того, а что считать проектами, которые направлены на изменения, на предотвращение изменения климата. И пусть никого не вводит в заблуждение это название, вот когда Андрей Якушин выступал и говорил, что такое ESG. Три года назад, если бы буковку И расшифровывать, на первых строчках точно бы не было климата, а сейчас он там. то то есть идет очень существенное изменение понимания приоритетов, приоритетов, которые в общем скажем так выставляются на, ну выходят на первый план в первую очередь усилиями развитых стран. для того, чтобы сделать вот этот вот новый проект документа о том, что есть зеленое Green Mapping для IDFC, за основу берется проект Международных институтов развития, подготовленный Всемирным банком, Европейским Инвестбанком, и ЕБР. И основные точки разногласия сомнений это вводится понятие Lock-in, то есть а вот если долгосрочный эффект от эмиссии прониковых газов есть, то он не должен быть таким, чтобы предотвращал нулевое использование парнякового газа. То есть если мы переходим с угля на газ, то получается достаточно серьезное снижение выбросов всех. однако это может расцениваться тем, что к 50-му году мы не перейдем на нулевое источники выбросов. Таких точек разногласия достаточно много. Нам нужно четко учесть, что из этого должно быть учтено в национальной таксономии, что нет. В то же время меняются и национальные приоритеты. Вы все видите, как меняется национальный проект, вы видите изменения в трактовках тех кардинальных целей, которые есть, и поэтому естественно образом будут вноситься изменения и в национальную таксономию. Составной частью все равно останется то же самое. Это экологический эффект, это повышение энергоэффективности, это снижение эмиссии парниковых газов, однако детали естественно будут меняться. В любом случае таксономия это живой документ, который будет меняться в соответствии с тем, как понимается зеленое в мире, как понимается зеленое приоритеты зеленого развития в Российской Федерации, и этот документ он будет дорабатываться совместно со всем рынком и с теми, надеюсь, с теми участниками сегодняшней конференции, которые есть, потому что мы полностью открыты к тому, чтобы получать предложение о том, как она должна быть выполнена. Однако это совершенно не означает, что по современной таксономии нельзя работать. О том, каким образом это делается, дальше уже мой коллега Дмитрий Аксаков готов рассказать, как я понимаю. Спасибо. Спасибо, Сергей. Дмитрий, подключайтесь, пожалуйста. Дмитрий Аксаков, вице-президент ВебРФ. Спасибо большое, Светлана. Спасибо большое, Сергей Павлович. Сегодня было очень много интересных выступлений. Я сам очень многие вещи полезные для себя почерпнул. Сергей Павлович потрясающий методолог, как мне кажется, очень эффективно организовал работу по методологии в Вебе. Я работаю в бизнес-блоке, и я поэтому хотел бы рассказать про зеленое финансирование в предложении непосредственно именно к бизнесу. Для начала пару слов о философии Веба. Наша философия заключается в том, чтобы не в одиночку финансировать и реализовывать какие-то проекты, а чтобы создавать условия для рынка, для того, чтобы другие участники могли совместно с нами или даже без нас реализовывать какие-то важные для страны проекты. И поэтому при создании системы зеленого финансирования в России мы хотели, чтобы эта система была не исключительно системой зеленого финансирования веба, а чтобы это была система для максимально широкого круга инвесторов и кредиторов, максимально широкого круга эмитентов, максимально широкого круга верификаторов, которые могут верифицировать зеленость финансовых инструментов, а также чтобы сами инструменты зеленые тоже могли бы быть разными. Мы верим в то, что инновационные решения могут приходить как снизу, то есть от маленьких компаний, от небольших частных инициатив, так и сверху от индустриальных гигантов и просто больших компаний. Но мы, как институт развития, настроены так, что нам самим проще работать с большими компаниями. Поэтому мы, скажем так, в пилотных проектах отрабатываем наши механизмы на больших, значимых для рынка выпусках. Совсем недавно наша методология зеленого финансирования была отработана на реальном выпуске зеленых облигаций по российскому праву. Это был выпуск на 100 миллиардов рублей от RGD, где деньги были привлечены на приобретение электрических локомотивов, на ремонт и расширение железнодорожной сети, на снижение выбросов, на снижение экологических эффектов от деятельности компании. И это был первый выпуск, где наша методология была фактически использована, где WebRF поставил финальный зеленый штамп, который говорит о том, что да, этот выпуск соответствует зеленой методологии веба. Мы считаем, что нам повезло с тем, что мы имели дело в пилотном выпуске именно с таким эмитентом, потому что RGD имеет уже опыт выхода на международные рынки с зелеными облигациями. Они очень глубоко знают о том, как этот процесс работает, и они смогли даже в чем-то нам подсказать, как правильно выстраивать эту систему. Но по мере того, как мы дорабатываем нашу методологию, перед нами стоит задача теперь собирать портфель зеленых проектов, которые WebRF совместно с другими банками будет финансировать. И здесь я коротко хотел бы упомянуть о трех основных направлениях деятельности веба, трех основных типах проектов, которые мы финансируем. Первое – это промышленность глубоких переделов, то есть, грубо говоря, веб строит огромные заводы, которые перерабатывают ресурсы, обеспечивают глубокую переработку ресурсов, и желательно это все продается на экспорт. Так вот, при строительстве таких заводов с помощью зеленого финансирования, эти заводы должны с точки зрения своих экологических и социальных эффектов значительно превосходить, согласно нашей токсономии, то, как те экологические и социальные эффекты, которые имеют действующее производство. То есть, они должны создаваться по строгим экологическим стандартам. Второе ключевое направление нашей деятельности – это зеленая инфраструктура. Это инфраструктура, а зеленая инфраструктура предполагает, прежде всего, использование экологически чистых материалов для сооружения дорог, портов, аэропортов и так далее. Третье ключевое направление нашей деятельности – это городская инфраструктура, городская экономика, и здесь мы, прежде всего, имеем дело с чистым, экологически чистым транспортом, с транспортом на электрической тяге, на газомоторном топливе, ну и также со строительством зеленых зданий. Прежде всего, речь идет об энергоэффективных зданиях, построенных из экологически чистых материалов. Сейчас мы активно ищем проекты в этих сферах, и я вижу, что на этом звонке у нас аншлаг. Я так понимаю, что здесь присутствуют в том числе и потенциальные заемщики, инициаторы проектов. Так что, если у вас есть какие-то интересные идеи, обращайтесь, рады будем обсудить и проработать. А также еще раз напомню, что у нас на сайте опубликована токсономия наша. Мы к ней активно принимаем комментарии и рады будем комментарием от всех участников рынка. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Мы переходим к нашему последнему спикеру. Last but not least, как говорится, Марина Слуцкая, в РИО директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России. Марина, спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашей дискуссии. Также у нас много вопросов в чате. Мы постараемся ответить на все возможные посы Марины. Если кто-то из спикеров хочет уже начать отвечать письменно, тоже можно. Марина, передаю вам слово. Спасибо. Коллеги, спасибо. Извините, что я не смогла быть, когда это было запланировано. Собственно, учитывая, что большая часть спикеров уже выступила и рассказала практически все, наверное, по крайней мере, из того, что я слышала, что мне бы хотелось сказать, я буду, с вашего позволения, предельно лаконичной. Как раз это оставит возможность задать вопросы. На что хотелось бы обратить внимание. Насколько мне известно, насколько мне удавалось общаться с коллегами своими в других странах, в принципе, критичным вопросом становления системы устойчивого финансирования, устойчивого развития является координация. И это координация тех ведовств, которые занимаются финансово-экономической политикой и тех ведовств, которые занимаются непосредственно профильными направлениями, а именно экологией, вопросами социальной сферы и прочими вопросами, входящими, как правило, в ESG. И мне было интересно узнать, что, допустим, для Европейской комиссии одним из наиболее сложных вопросов было как раз не договориться о таксономии или выпустить экшн-плен в свое время, а как раз найти точки соприкосновения. И это то, на чем мы сейчас делаем фокус в своей работе. Мы планируем создать в ближайшее время межведомственную рабочую группу, которая сможет объединить и ведомство финансово-экономическое, естественно, Центральный банк, который сегодня подробно выступал, и ведомство, грубо говоря, профильное. И мы очень надеемся, что диалог с коллегами пойдет конструктивно, потому что финансирование — это, с одной стороны, способ лоцировать денежные средства в определенных направлениях, а с другой стороны, необходимость грамотно выбрать эти направления, и здесь, конечно, координация критична. Что важно еще сказать? Мы совместно с ВПРФ и Банком России подготовили проект распоряжения правительства, который, мы надеемся, выйдет со дня на день, мы действительно с нетерпением этого ждем, который будет первым, наверное, шагом в поле актов, нормативных актов в сторону формирования системно-устойчивого развития. Мы предусмотрели, что ВЭП станет металлогическим центром из сегодняшних выступлений Сергея Семеновича и Дмитрия Оксакова. Явно видно, что коллеги, не дожидаясь документов, начали идти этим путем. Кроме того, там предусмотрено создание дорожной карты с мерами поддержки, и сейчас мы занимаемся как раз обсчетом этих мер поддержки, какие из них принесут наибольший плюс в сторону развития рынка зеленого финансирования. Но важно, опять же, здесь посмотреть на опыт коллег из других стран, из многих других стран, в принципе, рынок зеленого финансирования развивался, источник финансирования развивался, естественно, без специальных каких-то мер поддержки в большинстве из них. И здесь нам бы тоже хотелось максимально рыночно это делать. И, собственно, сейчас это так уже и происходит. К сожалению, мы, наверное, медленнее, чем от нас этого бы ожидалось, но, тем не менее, рынок растет и развивается, первые выпуски появляются, они приобретают многообразие, и это очень отрадно. Ну и как раз третье, что будет предусмотрено в распоряжении, это та самая координация, о которой я сказала в первых строках. Мы искренне надеемся, что это позволит показать рынку важность его и заинтересованность в нем государства и дать дополнительный импульс тому, что уже происходит на сегодняшний день. Спасибо большое. Я буду рада ответить на вопросы. Если какие-то есть ко мне. Спасибо. Тут у нас в чате уже очень много различных вопросов. Наверное, они ко всем участникам рынка в той или иной степени. Начнем с довольно очевидных, наверное, вопросов. Люди спрашивают в чате, помимо зеленых облигаций, какое введение участников рынка на социальные и sustainability-linked облигации? Сейчас идет детальная проработка, что такое зеленые. Приятно видеть, что рынок практически уже договорился по этим определениям. Какие дальнейшие планы по новым инструментам? Вы хотели бы, чтобы я ответила? Можете бы, если у кого-то еще есть взгляды. Смотрите, учитывая, что по своей прошлой жизни я как раз не госслужащая, я в том числе представитель корпоративных финансов, здесь важно отметить, что мы не замыкаемся на одном инструменте. То есть на сегодняшний день действительно зеленые облигации звучат чаще всего и из уст госчиновников, и из уст большинства рыночных экспертов. Но важно отметить, что принципиального акцента именно на этот инструмент нет. Он наиболее прозрачный, он наиболее понятный, он обеспечивает по умолчанию максимальную отчетность. И в этой связи начинать с него, как мне кажется, достаточно правильно. Но есть и разные виды облигаций, правильно, в вопросе как раз поставлен вопрос о sustainability link funds, и разные виды, в принципе, привлечения финансирования и финансовых инструментов вне привлечения финансирования. И работа наша строится по всей линейке, и здесь уже больше от рынка зависит, что будет интересно видеть, то есть на что будет спрос. В части sustainability link, ну, мое персональное мнение, что это, наверное, действительно такой инструмент, который может иметь место в нашей стране, потому что найти проекты, которые будут подходить под него, будет несколько легче, чем абсолютно зеленые, возможно. Поэтому думаю, что это одна из опций. Но, повторюсь, линейка этими двумя инструментами не ограничивается. Спасибо большое. Нам тоже кажется, что в sustainability link бонус есть очень большой потенциал, потому что это инструмент, отлично подходящий для транзишн-компании. Компании, которая находится в стадии перехода от коричневого к зеленому. Так, спасибо. Сейчас пойдем дальше по вопросам. Андрей, про вашу инициативу, которую вы рассказывали, тоже активно спрашивают в чате. Есть уже банки, которые хотят подписаться под принципами. Как подписаться под новыми принципами ответственного инвестирования ЦБ? Что вы ожидаете? Ну, я ответ написал. Пункт 1.2, собственно, наших рекомендаций говорит о том, что на официальном сайте в отчетах компании следует разместить информацию о том, что компания следует рекомендациям по ответственному инвестированию. То есть открываете письмо наше 111 и там прямо вот это читаете. Ну и в чат я поместил выдержку из этого параграфа. Спасибо большое. Вопрос к вам и к вашей коллеге Ирине. Планирует ли ЦБ свои летние рекомендации закреплять в оперативной форме? Ну, это ко мне вопрос, потому что нормативный акт Ирины, он уже вступил в силу и действует стандарт эмиссии. Рекомендации нет. Они на той рекомендации, мы пока не планируем закреплять их в нормативных каких-то документах. Отмечу при этом, что мы той же политики придерживаемся в отношении кодекса корпоративного управления. Очень и очень аккуратно какие-то подходы оттуда могут вноситься в законодательство. Я имею в виду сейчас кодекс, да, и они были внесены. Но сначала необходимо, чтобы в добровольном режиме рынок привык к применению. Соответственно, такой же подход будет в отношении этих рекомендаций, даже более осторожным. Спасибо. В чате много вопросов про выпуск РЖД. Было отмечено, что они не с титульным листом зеленый по требованиям ЦБ. Вот просят прокомментировать статус выпуска РЖД. Да, я готова это сделать. Начала уже писать именно ответ письменно, но раз уже зашла об этом речь, да, скажу так. Облигации РЖД не являются зелеными в смысле стандартов эмиссии. Облигации РЖД вообще бессрочные. Бессрочные облигации не могут являться зелеными в смысле регулирования, в смысле стандартов эмиссии. По той простой причине, что по бессрочным облигациям вообще невозможно досрочное погашение по требованию владельцев. Это особенность именно бессрочных облигаций. Поэтому невозможна ситуация, когда будут облигации, на титуле которых будет написано одновременно, бессрочные и зеленые. Это невозможно. Облигации РЖД привлечены на зеленые цели, но в смысле регулирования зелеными они не являются. На титуле у них ничего не написано. В решении об их выпуске нет соответствующих условий, предусмотренных нормативным правовым актом. Поэтому это облигации зеленые по лайтовому принципу. Спасибо. Тут взаимосвязаны как раз вопросы к Екатерине и бирже. Такие выпуски, как РЖД с зеленым статусом попадут в новый листинг или только зарегистрированы как зеленые? Какие плюсы от такого листинга? Алло? Да, я буду дополнить просто, Ирина, что... Алло. Алло. То есть и по стандартам у меня цели зеленого, и по правилам листинга является наличие целевой эмиссии. Также нет. То есть заявлены факты, все понимают, куда эти деньги пойдут, на какие проекты. Но вот формальным требованием этот выпуск не попадает. Ну, я думаю, что инвестиции так прекрасно покупать. Сектор, чтобы маркировать такие выпуски отдельно, указывать их отдельным питочкам в отдельном разделе. Да, это, наверное, действительно очень нужен для небольших компаний, которые вот хотят от себя и позиции в отношении устойчивого рода, и которые менее публично, да, и менее привлекают интерес широкой публике, чем РЖД, например, о котором все знают. Спасибо. Так, есть вопрос по поводу учета климатических рисков. Вопрос к Минэкономразвитию, КЦБ. Как организована работа по климатическим рискам для финансовых секторов? Как пример рекомендации TCFD. Ну, давайте я скажу в отношении финансовых организаций. Банк России вот летом опубликовал, собственно говоря, доклад для общественных консультаций по учету климатических рисков в страховом секторе. Нам поступило достаточно большое количество ответов от страховых организаций, от банков. Соответственно, мы отчет по этому докладу опубликуем в положенное время на сайте Банка России. То есть мы рассматриваем эти вопросы и консультируемся с рынком. А на нас лежит в целом большая часть работы по климатической повестке, включая раскрытие информации о тех рисках, которые существуют. Министерство является ответственным исполнителем по так называемому климатическому пакету. И частично некоторые шаги уже делаются, частично в ближайшее время, я думаю, будут публичные. Поэтому остается ждать, собственно, появления документов на эту тему от нас. Спасибо. В чате спрашивают, будет ли доступна видеоверсия данной встречи. Насколько я понимаю, будет. Мы все очень на это надеемся. Также в чате есть некоторые довольно абстрактные вопросы, на которые мы всегда очень рады поговорить подробнее. Что такое ESG, кому оно полезно, какие дополнительные плюсы. Я думаю, на эту тему будут еще много дополнительных встреч у биржи, у нас и у других участников. Вы всегда можете такие широкие вопросы отправить также нам на почту, у нас там будут контакты. Дмитрий, в вашу почту многие спрашивали, чтобы отправить идеи и предложения под финансирование. Да, я отправил общую почту нашу, greensobakaweb.ru. Мы все будем видеть. Все, кто хочет получить зеленое финансирование от WebRF, теперь знают, куда обратиться. В чате есть также вопрос, чем отличаются Second Opinion, выпущенные нами и Эксперт.Ра. На всякий случай скажу, что это разные организации, абсолютно разные. РАЭкс.Юропа, мы находимся во Франкфурте, и мы специализируемся на международном взаимодействии и признании. Мы, естественно, удовлетворяем национальным требованиям, но и международное. Эксперт.Ра – это российское рейтинговое агентство, кредитное рейтинговое агентство, аккредитованное по российской национальной шкале. Верификаторов, как упоминалось, довольно много, широкий список, и там в чате есть, где его посмотреть. У нас очень много вопросов, и мы уже немножечко вышли из времени, поэтому, наверное, будем потихонечку с ними закругляться. Кто-то еще из наших участников хочет прокомментировать какие-то особые вопросы. Коллеги, а можно просто завершающий вопрос? Вот, наверное, к Сергею Павловичу, и, если интересно, коллеги, дополняют. То, что мы видим со стороны участников рынка, и этот вопрос возникает уже полгода, мы берем гипотетическую компанию, которая совершенно точно не зеленая, условный уголь или условная черная металлургия. Но компания очень хочет профинансировать свои экологические проекты выпуском зеленых облигаций. В этом случае, если средства от данных облигаций будут, допустим, потрачены на постройку новых очистных сооружений, это будут зеленые облигации по российской таксономии или нет? Спасибо. Да. Мы хотим, чтобы это было, и поэтому постараемся сделать, чтобы это было. Каким образом это будет отражено к таксономии, посмотрим. Работа над ней идет, и установка понятная. Все, что на самом деле способствует тому, чтобы наша страна, воздух, земля, вода были чище, оно и существенно чище должно быть отнесено к категории зеленых. Был вопрос в чате, будут ли какие-то thresholds или как, граничные ограничения. Да, будут. Потому как у нас в методорекомендациях написано, существенный экологический эффект. Существенный, он разный, совершенно будет в разных отраслях. Но он будет. Работаем с экспертами и будем дальше работать с экспертами. Работаем с файлами. Потому что здесь такая между силой хребли пройти и не убить компаний, и не открыть ворота для тех косметических улучшений, которые на самом деле ничего не делают, а только создают видимость того, что происходят какие-то улучшения в экологии. Этот вопрос стоит во всем мире. В той же самой IDFC вчера было совещание, вот о котором, собственно говоря, рабочая группа в новой, по сути, таксономии IDFC. И там тот же самый вопрос. Где мы ставим количественные параметры? Где мы не ставим? Что такое существенное? Вопрос абсолютно непростой, и он не решен нигде. В таксономии ИЮ они поставили ЕС свою версию. Но это своя версия. Это для них. Если у них 100 грамм эмиссии СО2 для электростанции, оно убивает все. У нас сейчас 320. И что, вот это ставить, что ли? Это загубить, собственно, ну, скажем так, исключить энергетику из этих всех процессов. Зачем нам это нужно? Если переход от угля к газу вдвое будет сокращать выбросы СО2, не говоря уже о твердых отходах и с чем-то другим. Так что стараться будем. Спасибо. Спасибо большое. Ирина, уточняющий вопрос насчет бессрочных облигаций. Могут ли они в итоге получать на титуле решение о выпуске слова «зеленые», учитывая то, что по природе инструмента нельзя предусмотреть досрочное погашение? Или это будет невозможно? Бессрочные облигации не смогут быть титулованы как «зеленые». Придется выбирать. В конце концов, бессрочность — это совершенно особая, бессрочная облигация — это особая тема, совершенно с другими целями, совершенно для других целей придуманная история. И смешивать все в одно, вот имитент хочет и инструмент, по которому он в любой момент может перестать платить, без объяснения причин, без каких-либо событий, и при этом говорить о том, что он дает защищенность этому инструменту с точки зрения зелености. У бессрочных облигаций нет, у бессрочных облигаций нет возможности быть защищенными именно так, как это должны быть защищены зеленые или социальные облигации. Поэтому нет, это невозможное смешение. Эта история и разная, и о разном, и для разного, поэтому пускай компании делают отдельно бессрочные, отдельно зеленые облигации. Ну, если или как РЖД, который выпустил бессрочные облигации и заявил, что они будут пущены на зеленые цели, ну, окей, прекрасно, для поддержания имиджа компании это все работает, не проблема. Спасибо за уточнение, да. Ну, это, по сути, относится к оттенкам зеленого. Зеленые облигации могут вноситься в различные регистры, они могут соответствовать требованиям одной таксономии, не соответствовать требованиям другой таксономии. Все это возможно. Тут скорее инвестор решает сам, что для него в итоге зеленое. Конечно, в идеальном случае соответствует всему возможному, но это не всегда на практике достижимо. Так что, надеюсь, это отвечает на ваш вопрос. У нас еще остались некоторые неотвеченные вопросы, мы постараемся их потом ответить по почте или переслать соответствующим спикерам. Я надеюсь, Московская биржа нам в этом поможет, переслать ответы тем, кто задал вопросы. Всем огромное спасибо за участие, огромное спасибо спикерам, которые нашли время в загруженном графике. Все смогли присоединиться к нам. Спасибо слушателям, очень большое количество слушателей. Очень приятно, что темы находят такой широкий отглаз. Спасибо Московской бирже за площадку. Спасибо. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok